Как бы тут свободный крой мы видим, что минималистично, все просто. А тут, во-первых, приталенный крой, во-вторых, много деталей разных. Как бы обращаем внимание вот именно на такое. Одиннадцатиклассница Яна Бычкова рассуждает смело. В моде разбирается, форму уже который год выбирает сама. Уверяет, представленной на школьной ярмарке рубашки и блузки от 800 рублей до полутора тысяч – это очень недорого. Подсказывает, от вещей с рукавами и фонариками лучше отказаться. Если в школе жарко, длинный рукав сейчас закатывают вот так. А может быть, подсказать, сколько эти брюки стоят? А именно вот эта модель? Две с половиной. С чем проблем нет, так это с брюками на высокой посадке. Это тренд не первый сезон. Российские и китайские фабрики, а именно оттуда весь ассортимент, такую моду подхватили. Чего не скажешь о других товарах. Вот сейчас, кстати, вот такие бантики большие, вообще не актуальны. Они смотрятся слишком гремотко, особенно когда дети маленькие. Альтернатива висит тут же. Небольшие лентовые заколки и резинки. Цену 300 рублей за штуку установила сама владелец палатки. И хотя скидок в 50%, как в больших магазинах, здесь не бывает, продавцы уверяют, часто идут навстречу покупателю. Я сама стою, я, конечно, могу еще и поторговаться, потому что люди просят, особенно когда уже и размеров мало, уже подходят, бедные, несчастные, не хватает, вот мы не нашли того, этого. Ну, я могу, конечно, 100, 200, 300 рублей, как бы, без проблем. У кого нет строгой школьной формы, можно купить вот такую рубашку. Сейчас очень актуально, в таком пижамном стиле. За остро модные вещи заплатить придется дороже. В торговом центре в среднем 2,5 тысячи можно отдать за блузку, которая разбавит привычную черно-белую гамму. За жакет – до 5,5. Впрочем, не в каждом отделе цена настолько бьет по карману. Рубашки начинаются от 899 рублей, ну и выше цены, как бы на любой бюджет есть. Наше русское производство хвалят, говорят, что носит долго, хватает надолго. У нас такая не закатывается, ну, не как в обычных магазинах. И такие носит, как и младший класс, так же и старший. Но единственный минус – это такой черный ремешок, который нужно прятать. Как показал наш опыт, потратиться родителям придется в любом случае. Вне зависимости, выбрали они школьную ярмарку или торговый центр. Одинаковым будет и еще один важный ресурс – время. В первом случае оно уйдет на отделение современных вещей от устаревших, во втором – на поиск скидок и блуждания по огромным площадям. Регина Сорокина, Денис Лугов, программа «Город».